Микс Ньюс. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». И сегодня мы обсуждаем религию и еду. Программа называется «Открытая». Значит, говорить мы тоже сегодня будем открыто. Я рада сегодня представить в нашей студии представителей трех разных конфессий. Начнем, наверное, с этой части. У нас в студии Угис Кугис. Это ведический философ. Добрый вечер, Угис. Добрый вечер. Татьяна Бекермейстер, руководитель проекта 740. Добрый вечер. Добрый, добрый. И у нас сегодня также человек, который прям совсем непосредственно связан с кухней. Человек, который готовит в ресторане Узбекистана. Это шеф-повар Ахрол Таджибаев. Добрый вечер. Салам алейкум. Добрый вечер всем. Вот, видите, как у нас уже передача началась. Прямо сразу видно, кто что представляет. Благодарю вас, что вы сегодня пришли и готовы говорить на эту тему, потому что я лично не особо нашла каких-то таких материалов, где люди вот так все вместе могут собраться, что называется, за открытым столом и пообщаться на тему того, что вас объединяет, как вам живется в современном обществе с определенными ограничениями, которые ваша конфессия вам диктует. И я, наверное, начну с вопроса, который нам прислали радиослушатели. Они вот связаны со всеми вами одновременно, и вы можете просто выбрать, кто будет отвечать первый и даст какие-то комментарии. Значит, вопрос звучит так. Как вообще вам живется в обществе с совершенно другими традициями, когда на каждом шагу вы можете увидеть сочную говядину и хрустящий бекон? Реклама, да, вот везде на торговых центрах, ресторанах. Особенно интересно мнение кришнаитов, ведь если у мусульман и у идеев свинина просто запрещена к употреблению, то корова у вас является именно священным животным. Наверное, тогда начнем с Угиса как раз. Корова вообще, она из наших мам в ведической культуре, она называется как мама. Подобно, не кушаем, не кушаем мясо, не кушаем никакую. Как мне друзья говорят, мы смеемся, говорят, мы не кушаем, у кого есть глаза. Да, если у него есть глаза, мы это не кушаем, и рыбу ничего не кушаем, особо и корову не кушаем, и такие вещи. Но это называется ващновисм правильно, потому что физическая культура, она очень большая. Там где-то можно кушать козу, и шипит уши, я тебя сейчас убиваю, в следующей жизни ты меня будешь убивать и кушать. А, то есть надо это сказать передо... Да, ты можешь, ты должен целую мантру прочитать, чтобы это кушать. Так что, достаточно строго есть. Как вы думаете вам сейчас, при том, что мир диктует абсолютно разные тенденции в еде, столько предложений, каких-то сочетаний странных? У нас есть такое интересное мнение, что не надо менять мир вокруг, надо само меняться. Потому что все религии, они очень что-то хочут менять, это, это, надо само меняться, потому что, ну, лучше не будет. Люди идут вперед, материализм очень сильный, надо меняться самому, придерживаться этому. Так что мы этим меня питаемся свою, как это, вокруг себя менять, изнутри, не снаружи. У нас есть место, где мы кушаем, в основном все ващнавы кушают дома. Угу. Ну, также у вас есть кафе Рамана, Кришна Варина. Кафе, но не все там кушают, потому что не все повары там ващнавы. Что, что последнее? Там не все повары ващнавы. Это значит? Не все занимаются практикой духовной силы. А, обязательно, чтобы человек, ну, как бы, связан, да? Кто сильно придерживается, кто, например, некоторые люди кушают уже, кто Браман есть, кому есть терапия освящения, он шнуром, означает, это он вообще должен, только может притрогаться огню. Уже сколько у нас там, первые пять минут, я уже узнала для себя столько нового. Да, да, у нас довольно строгие правила есть, как кушать, когда кушать. Мы поговорим про конкретные, да, уже инструкции, как говорится, да, что можно, что нельзя. Татьяна. Добрый вечер. Как у вас, вот, в современном мире тяжело или, главное, также вот придерживаться своих внутренних каких-то философских убеждений, связанных с конфессией? Есть традиции, которые соблюдаются многими столетиями, тысячелетиями, и их нельзя нарушать, если ты встал на этот путь. Ну, или ты это делаешь, или ты этого не делаешь, другого нет. То есть ты или соблюдаешь кашрут, или ты не соблюдаешь. Среднего здесь нет. Вы соблюдаете? Немножко кашрут, немножко не кашрут. Такого не бывает, да. Нельзя нашим и вашим на двух столях посидеть. Религиозному человеку нет. Да. Вы соблюдаете? Нет, но мы дома разделяем молочную от мясного, и мы не едим свинину, и мы не едим моллюсков. Поняла вас, хорошо. Спасибо вам большое за ответ. Да, Ахрол, как вы считаете? Слава Алик, еще раз добрый вечер всем. Ну, во-первых, так будем говорить, да, глубоко к азер-религии там зайти, что-то спросить и узнавать. Я бы не хотел бы, потому что у нас тоже вот узбекская кухня, да, все мусульмане проходят, спрашивают у нас тоже там халал, мясо там у нас и этот. Мы тоже, ну, в свое время там стараемся, да, закупить это мясо там, где то, что нужно, да, это когда правильно, когда родишься, бисмилаллах, надо говорить, да, хоть баранину, хоть там телятину, хоть курицу там. Поэтому держимся так, что было всем хорошо. Я не могу сказать там, иногда говорю, да, если у вас точности вот этого не хватает, кушайте рыбу. Да, рыбные продукты, всегда морепродукты, это можно кушать. Так, то, что к нам приходят в ресторане, это я однозначно знаю, не только там мусульмане, и индустрии тоже проходят, и евреи тоже проходят. Очень много, национальные, так скажем, рестораны. Русские тоже, самые местные, скажем так, латыши, иностранные. Тут, скажем так, еще никто не жаловался, да, все делают свои дела, да, молятся, конечно, молятся, все по-своему, перед едой, да, допустим, скажем, там, бисмиллахар, рахман, рахим, это по-нашему, по-мусульманской обычаи так сказать, что это. Когда готовим тоже сами, так же, в общем, это слово, потому что, чтобы благополучно получился это блюдо приготовления, да, и чтобы отдать людям, чтобы хорошо, сытно поели. Спасибо большое за мнение тоже. Я скажу своим радиослушателям, нашим радиослушателям точнее, что я, например, вообще не религиозна, да, и я не придерживаюсь никаких конфессий, но я могу, опять же, подметить, что вот наших три гостя, я была у каждого из них в заведении еще до того, как я их узнала, потому что мне нравится пробовать разное, и мне кажется, что это самый лучший путь прикоснуться к чужой культуре, к другой культуре, которая, возможно, вам еще непонятна, через еду. Это лучший способ для того, чтобы прочувствовать, понять, потому что даже если мы смотрим на сочетание продуктов, на специи, на подачу, в этом же и есть это брожение, это такой холст, на котором можно увидеть, что можно, что нельзя, и каких идеологических, там, религиозных принципов придерживаются люди, которые готовят это, да. Давайте тогда обсудим каждую конфессию по отдельности, потому что есть какие-то определенные мифы, которые бытуют в обществе среди людей-обывателей, которым чуждо, возможно, то, что есть какие-то другие направления в той же кухне. Если мы говорим про индуизм, да, то здесь, когда я готовилась к программе, я прочитала, что есть такой ритуал, да, который называется Маха Прасад. Насколько я знаю, что у вас в Рама есть такой социальный, я бы сказала, момент, да, который очень помогает всем бездомным людям, называется The Vibesidence или Food for Life, где можно и пожертвовать определенную сумму для того, чтобы накормить как можно больше нуждающихся людей. И также вы, насколько я знаю, оставляете еду, ту, которую там не съели условно посетители за день, и делитесь ей вот с людьми, которые нуждаются. Это правда? Или это миф? Нет, это правда есть, но у нас есть отдельные секторы, есть Рама, есть там кафе есть, люди кушают, основном там приходят все кушать, вегетаранцы. Есть Пиши жизни, The Vibesidence, Food for Life, как называется, это отдельный сектор уже, где стоят люди и в некоторых местах Рига еще кормят. И там делается отдельно, там Рига из дома, она спонсорирует там четыре места, где можно люди кушать, они приходят там целый ряд, мы еще даем одежду, кто приносит нас из наших людей, знакомых, и мы кормим их, и мы все пишем, предлагаем. Значально, что мы сначала, когда мы делаем кушать людей, мы сами не пробуем. Первый пробует, это Бог Кришна, Он пробует. Мы ставим на алтаре, у нас маленький алтар, отдельные посуды для него мы ставим на него, и потом только им доим. А Рама, когда у них заканчивается кафе, работает там в 7-30, начинается там 20% скидка, потом есть 50%, а потом в основном вечером уже, когда что осталось, основным людям раздает. Тоже приходит, мы называем их просада йогами, кто знает, когда бесплатно можно покушать, они тоже такие умные люди некоторые, как они приходят бесплатно покушать некоторое время. И основным там дается, раньше кормили мы вечером, 8 вечера, когда рама закрылась, но сейчас уже больше нет, он там и приходит внутри за углом, и там им дает бесплатно кушать. Понятно, но это достойно уважения, согласитесь, что это не просто какие-то конфессии и конфессии, кафе и кафе, а то, что есть еще определенная помощь тем людям, у которых какая-то жизненная ситуация обязывает выживать, назовем это так. Спасибо вам, такой миф тоже, что некоторые просто говорят, да неправда, неправда, там просто деньги собирают, а на самом деле вот все правда оказывается. Как вы вообще давно придерживаетесь кришнаизма? Да, я присоединился, когда мне было 20 лет, и пошел жить в монастырь. Как в монастырь, правильно, да? Монастырь, да. Монастырь, да, 7 лет я жил, в храмах по всему миру жил, проповедовал, 7 лет жил там, и довольно строго, да, но все строго, в спимях отдельных комнатах с женой, так что все, как все по писаниям, а как по-другому. Ну, правильно, вот Татьяна сказала, что нельзя чуть-чуть, или там, то есть лучше уже... Ну, у нас только есть чуть-чуть разное, чтобы люди понимают, что мы не называем себя религией, мы больше называем себя духовной практикой, потому что, если можно сказать, что религия в этих мерах, она говорит себе, Бог, дай мне что-то, а духовность, она считает, Бог, что я для тебя могу дать. Ой, очень крутая интерпретация, потому что, правда, человек приходит в церковь, но даже... Дай мне это, всех молитвы, дай мне это, дай мне это, дай мне это, дай мне это. Что-то случилось сразу? У нас, в принципе, очень простой, Бог, что я могу для тебя делать, и там не смотрим конфессии, там не конфессии, потому что все говорят о любви, а о любви же законов нет. Как позитивно. Вот, вы сказали про строгие правила, но, опять же, когда я готовилась к передаче, оказывается, в иудаизме самые жесткие правила в плане питания, да, потому что там настолько... Как-то вот собранные вроде есть правила, да, но некоторые ты даже понять не можешь, почему. И вот, Татьяна, я бы хотела у вас спросить, например, почему нельзя ракообразных насекомых есть? В чем суть этого запрета? В том, что они питаются падалью. Ага, вот. Да, гниющим продуктом. Поэтому, если они едят это, то мы не можем это есть, соответственно. Правильно? Правильно. Что касается свинины, то это закон, и он не обсуждается. И есть некоторые такие законы, которые просто обсуждать нельзя. То есть это есть? Их надо соблюдать. Точка. Да. Я поняла. А касаемо того, что, ну, может быть, поменялись уже какие-то... Нет. А жирафа можно есть? А жирафа, к сожалению, сегодня нельзя есть. Но раньше когда-то. Когда-то это можно было делать. Но, к сожалению, рассерялась эта практика. И на сегодняшний день шойхит – это тот человек, который занимается шхитой. Шхита – это забой скотина. Не могут этого сделать, и поэтому больше жираф не может быть на... На столе. На шхите. У шойхита. Да, да. Поняла, поняла. А касаемо свинины, Ахрол, вот Татьяна сказала, что не обсуждается. Вы также считаете, что это вот закон и все? Да, да. Что многие... Она правильно сказала. Да, умница. Если сказано, что харам, харам – это означает нельзя. То есть это многое, что означает. Чужой карман лезть. Или то, что запрещается, да, кушать. Все, нельзя. Все, нельзя. Это все, даже, скажем так, если дети знают уже, в домашних условиях там выросли, они все родители, да, мы тоже говорим, что нельзя. Ни в коем случае. Получается, что мы слепо следуем это. Да, конечно. Потому что потом, чтобы не сказали, а мне никто не говорил, мне этого, у нас такого нету, мусульманские эти, сказано, вот это харам. Да. Ну, запреты все. Да. Это многое, что означает. Поэтому тоже очень сильно соблюдаем, что нельзя. Даже я такой человек, вот, когда-то мне попросили, пронесли вот свинины, говорит, вообще можно вот приготовим вот здесь, ну, наш работник. Я потихонечку ему объясню, да, тихо, мирно, что это нельзя. Ни в коем случае. Даже нож, не дай Бог, дотронешься там на это мясо, я говорю, там, заберешь этот нож с собой. То есть нельзя. Ну, раз нельзя, значит, это надо соблюдать, уважать. Это религия, чужая религия, другая религия, тоже всегда уважительно надо относиться. Нет, значит нет. Конечно. Конечно, есть определенные границы у каждого человека. Ну, как говорится, не лезь в чужой монастырь со своими там правилами. Про халяль. Мне удалось наблюдать подготовку, ну, как, наблюдать, конечно, нет, но я, когда работала в кулинарной студии, я знала, что были у нас гости, мусульмане, которые заказывали там мастер-класс у шеф-повара, и тогда выгоняли абсолютно всех, нельзя было находиться в конкретной этой студии, где будет это мероприятие. Порядка пяти часов шла эта подготовка, приезжал, как правильно называется? Мунла. Мунла. Вот, Мунла, да, приезжал, все это готовилось, и никому нельзя было заходить, всю посуду, естественно, привозили новую, потому что, я так понимаю, нельзя ее просто помыть и поставить обратно, да? Вот, у вас в Латвии часто бывает заказано именно халяльное, вот жесткое халяльное мероприятие, банкет? Ну, скажем так, бывают такие выездные банкеты у нас, там просят, да, чтобы вот можно вот сделать так, меры возможностей, я говорю, да, конечно, для этого надо брать обязательно живого барашка, что они с баранины хотят, там же на месте, там надо молитву почитать, да, после молитвы это барашку порезать, и разделать, то есть, и приготовить все это мясо же, скажем, любое блюдо, которые они хотели бы, да, вот поэтому время нужно, то, что не просто так взяли, там порезали, там, скажем, пожарили и отдали, поэтому время будет уходить, то, что там молитву почитать, там правильно, аккуратно резать это, есть такие, да, приходят тоже спрашивают в ресторане, там, что у нас халяльное место, этот у нас сертификат есть, который именно вот мясо, которое привозят, это, как мы говорим, импортный, да, это человек, который много стадий держит барашку, он резит у них там это новозеландское мясо, вот, сертификат все есть, в Латвии тоже, да, есть такие, которые птичьи фабрики держат строго, да, халяльные тоже мы берем, оттуда у них стараемся как-то правильно все сделать, чтобы никого не обидеть. Ну, правильно, конечно, в 21 веке есть, мне кажется, все возможности для того, чтобы любые, там, и вкусовые особенности, о которых мы пару передач назад говорили, да, там, глютен, веганство, лактоза, все это учитывалось, но также, если вы придержитесь каких-то конфессий, это все должно учитываться, и, ну, быть максимально лояльными к тем, что мы все разные, это нормально, да, то есть не нужно из-за этого ругаться, можно просто быть гибкими, подстраиваться и давать возможность выбора, кажется, да, да. Я вот знаю, что еще кошерное мясо могут есть мусульмане, и, к сожалению, халяльное мясо не могут есть кошерное. А, то есть в обратную сторону это не работает? Не работает, да. Вы знали об этом? Ну, я знал, да. Вы знаете, насчет этого, вот, интересоваться, допустим, скажем, да, вот, или, там, с кем-то поругаться, спориться, этот, мне как-то это неинтересно. А мы не ругаемся. Нет, вообще я имею в виду, да, там, кому-то можно, вот, почему наше можно, а ваше нельзя, так. Ну, раз хотят, пожалуйста, почему бы и нет. Кто-то может, кто-то не может быть. Да, да. Поэтому я знал, да, об этом я знал. Ну, у меня сегодня просто передача открытая, потому что я не религиозно знаю сегодня, вот, просто с трех сторон, как это бывает, у кого какие особенности. Но, я бы сказал бы одну. Я в Узбекистане, видишь, Ташкент, город Ташкент. Город Ташкент, это очень многонациональный город, это, то есть, скажем, там и армены, там и грузины, и евреи. Где я вырос, это центр города, это, скажем, Махаля, по-русски это квартал какой-то, вот там все жили. И никто не говорил, что утрочный плов, там, вот, ты не заходи туда, тебе нельзя, или, допустим, скажем, кто-то из евреев там свадьбы делал, да, мы, вот, мусульманы узбеки, там, шли к ним этот, на свадьбу, там, ну, угощали, там, ели, там, я такого, ничего такого не вижу. Ну, абсолютно с уважением, конечно. Здесь нету, на кухне, кухня есть кухня, каждую кухню надо уважать, то есть, еду. Ну, что, первая часть у нас абсолютно позитивная, я хочу сказать так, мы уходим на небольшую рекламу в эфире «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели, кто присоединился к нашей программе. Сегодня мы обсуждаем конфессии и еду, у нас сегодня очаровательные представители, люди, которые придерживаются очень жестких где-то правилах, где-то живут и в гармонии, и с большим уважением относятся к тем, кто придерживается других взглядов. Еще раз представлю наших гостей. Татьяна Бекермейстер, руководитель проекта «Кафе 7.40», Ахрол Таджибаев, шеф-повар ресторана Узбекистана, и Угис Куги, сведический философ, сегодня отвечает за кафе «Рама» на Кришина Барона, знаете, где находится центр крестнаитов. У нас такая, на самом деле, позитивная, я бы сказала, была дискуссия в первой части, и, я думаю, можно послушать мнение радиослушателей. У нас есть звонок, надеваем наушники. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас внимательно. Добрый вечер, господа. Ну вот, хотел получить ответ на долго мучающий вопрос, но, думаю, не получу. Но, тем не менее, с израильской кухней не знаком, очень уважаю азербайджанскую, узбекскую кухню. И вот вопрос, вот сказали, значит, что ракообразных кушать нельзя, потому что, как бы, понятно почему, а в то же время свинины даже не обсуждают, да, и я так понимаю, что у мусульман примерно похожая ситуация. Но мы же с вами взрослые люди, да, и где-то в голове я понимаю, в чем причина. Но все-таки должна же быть какая-то, как бы, логика в этом, во всем, в этом религиозном законе, не просто так же это все придумано. Давайте хотя бы попредположим, почему такая строгость к свинине, да, я никого не, так сказать, убеждаю, просто интересно, да, вот, если можно. Вы хотели бы узнать от наших гостей, почему у иудеев и мусульман строго под запретом идет свинина, правильно я поняла? Все, отключился. Ну, давайте ответим, почему, если у нас такой есть вопрос. Ну, я повторюсь, то, что есть такой закон, и на этом дискуссия заканчивается у иудеев, точка. Так, иудеи заканчиваются. Все коротко. Да, а хрол, наверное, примерно так же, да, считаешь? Ну, конечно, да. Я как мусульманин, скажем так, нам сказали, что это харам, значит, нельзя. Харам означает нельзя, ни в коем случае. И не едим. Так, давайте еще один вопрос, и тогда продолжим нашу дискуссию. Добрый вечер, вы в эфире. Если позволите, второй раз. Я услышал ответ, но я же сказал, я согласен. Закон говорит нельзя, и там, и здесь. Абсолютно согласен. Давайте не будем приступать к закону. Ну, давайте просто поймем, почему, откуда это. Вот откуда это. Подумайте. Это из писаний древних. Ну, это закон такой Торы. Это прописано в Торе. Я понимаю, что прописано, но откуда, почему, вы не пытались вот задуматься над этим, почему именно к свинине настолько суровые и жесткие требования, ограничения? Не пытались ни разу... Ну, поэтому религиозные люди, они настолько сильны духовно, поэтому так, или ты выбираешь этот путь, или ты не выбираешь этот путь. Потому что на сегодняшний день, это уже хорошо, что очень много кошерных продуктов у нас и в магазине можно приобрести, и доставка у тебя работает по всему миру. Но еще совсем недавно, я вам хочу сказать, всего лишь каких-то 15-18 лет назад, религиозные люди практически питались одной рыбой и овощами. И я вам скажу, это надо иметь очень большую силу воли, духа и веры, чтобы это соблюдать. Поэтому, что такое не есть свинину? Ну, не есть и не есть. Это же ерунда. Ну, то есть, опять же, вопрос не в говядине, да, или там не в индюшате, именно в свинине почему-то. Потому что? Ну, неубедительно, но спасибо. Да, спасибо вам, в любом случае, за вопрос. Да, спасибо. Ну, каждого. Да, Угис. Человек просто хотел, что я, я тоже научный человек, мне, например, было бы и слабо сказать, не можно, потому что не можно. Ну, прыгая из окна, все прыгают, а почему? Я вопрос все равно задался тоже, почему, потому что я присоединился к Кришнаидам, потому что им был ответ. Нет, мы мясо не кушаем, мы мясо, например, не кушаем очень просто, потому что они же тоже дети есть. Они тоже хочут жить, если их тыкаешь, они будут кричать. И просто думая, что нет, что корова или свинина идет по дороге, упадет на улицу, упадает, я готова, и кушаете меня. А овощи они сами падают из дерева, понятно, почему кушаем. А свиня, это вообще она ближе, органы внутренние очень похожи, люди не могут органы на месте. Не знаю, что она там грязная становится, но просто в принципе есть, что если мы правильно кушаем, мы не станем святыми. Это большой принцип, люди заблуждают в этом принципе, что если ты правильно кушаешь, соблюдаешь все посты, ты не станешь святым. Не пишет, делает нас святым сердце, отношения к природе. А сейчас люди очень заблуждаются, что я сейчас вегетранец и стану святым, мне там нимф покажется на голове. Это такая, ну-ка, сказка какая-то. Не ритуалы, не делает человека святым, лягозным, вот то, что внутри сердца происходит. Это твой разговор со Всевышним? Это твой разговор с Ним. Вокруг они как маленький брат, христианин святочный сказал, что нам эти животные, что мы защищали бы их, не использовали. Где Иисус родился? Он родился где? Он родился там, как это, Куц? На горе. Ну, он же вместе с этими родился животными, там было это, овца, все. А, хлеву. Хлеву, он же там показывается, да. Не показывает, что там кушает макбургер, там хейсбургер. Просто, если не задумываемся, что пищи не делают на съезде. Ну, изначально мы все были вегетарианцами, живя в рае, правильно? Это уже классно. И мы вкушали. В рае все хранит. Да, понимаете как? Мы же ели все очень вкусненькое, готовенькое. И потом мы совершили ошибку. Начали есть. Мы сейчас совершаем ошибки других. Рае не ад, мы сейчас совершаем ошибки. Ну, вот. А, кстати, Угис, знаете, что у нас была передача про вегетарианство, про веганство была девушка. И звонок был тоже от радиослушателей. Ну, видимо, просто человек, который звонил, не до конца разобрался, почему его друг не ест определенные продукты. И он у нас спросил, с чем связано, он просто не знал, наверное, про отношения к каким-то конфессиям или общинам, с чем связано, почему нельзя есть чеснок и лук. Это очень большая специфика есть, потому что... А есть такая наука Аюрведа. Да, да, да. Это Аюрведа написано, находится в трёх гунах. Гуна означает материальный период, да, есть невежество, есть страсть, есть, как это называется на английском, когда человек, есть чистота такая, очень сильно называется, статва гуна. Да. Он даже чистит благость, благость, правильный благость на английском, благость есть. А чеснок, и он находится как невежество. Когда человек кушает, он, он своё тело, тонкое тело, саиндэ, как это? О, травит. О, травит. Потому что, когда человек скушает чеснок, там, ну, не так быстро этот запах уходит, чтобы видеть, что это сам должен быстро скушать, потому что он пахнет нереально, и он отравляет всё тело в внутреннем состоянии. Есть чеснок, это вообще считается как лечебная трава, если человек не знает. Его раньше не кушали так, как мы. Они раньше вот такие куски, они кушали, потому что они переработаются. И просто выбросили из этого организма. И мы не кушаем, потому что тонкое тело, человек ослабляется. И до 1994 года некоторых авиакомпаний, кто лётчик, они были запрещены кушать, сколько там, 18 часов перед отъездом чеснок. Потому что человек, если он трезвый, не кушал чеснок, покушает чеснок, ты просто чуть-чуть, как это, пьяный станешь ещё чуть-чуть. Трезвость. Да-да, это доказано. Там есть такой фермент, но это доказано, что он очень сильно, ну, как-то ослабает разум. Да-да-да. Интересно. Это йоговская тема очень сильная. Век живи, век учись вообще. Я сегодня выйду просто с такой, мне кажется, головой. Мне очень понравилась мысль касаемо веры, да, и там религии, того, что это должно быть в сердце, потому что я как раз всегда считала, что одно есть церковь, ну, там, храм, кто куда ходит, да, а другое дело, что у тебя внутри. То есть не обязательно там, ну, наверное, действительно приходить всё время просить о чём-то, и всё у тебя внутри, и ты живёшь по определённым таким совестным, я бы сказала, принципам по жизни, там, да, как вот есть заповеди, да, не обижать, не предавать, не изменять, то, ну, как бы это гораздо честнее. Но у меня есть такой пример родственницы моей одной, которая, ну, именно приверженница христианства, и она, значит, своим внукам всё время говорила, когда те отказывались есть что-то, не чревоугодничай, не чревоугодничай, ты ешь для того, чтобы поесть, а не для того, чтобы получить удовольствие. Вот как вы считаете, рестораны – это чревоугодие, или это, ну, нельзя к этому греху его относить, потому что там вот, ну, у некоторых вот такие мысли даже бывают. Вы знаете, я бы сказал бы, нет. Не чревоугодничай. Нет, почему? Человек в ресторан заходит, хоть в ресторан, хоть в столовую, в любой кафе, да, или же, скажем, там, утром, там, чашку кофе, там, пироль, сколько он хочет, вот это будет кушать, да, личного, я не думаю, что там будет сидеть часами только. Обжираться. Да, обжираться, кушать, это будет не всё. Человека сколько организм требует, да, сколько влезет, сколько будет кушать. Да, конечно. Да, Татьяна, как Вы считаете? Ну, мне кажется, это, ну, это наслаждение, это, я про своё заведение. Конечно, конечно, да. Мне очень нравится, когда приходят религиозные люди, на самом деле, да? Да, да. Очень нравится. Они едят с таким трепетом, с такой благодарностью, и я бы это снимала на видео, если честно. Потому что простой обыватель, да, он ест, он чётко ест, он пришёл, он съел, он ушёл. По потребности. И это очень видно, да, религиозный человек, он вкушает еду, он её вкушает, он благодарен, и это очень-очень видно сразу. Я могу практически с 99%, даже если человек оденется в светскую одежду, да, и зайдёт ко мне, я через пять минут могу определить, он религиозный или нет. Вот, кстати, от религиозного, я так понимаю, представителя иудаизма, вопрос тоже от слушателей был. Как Вы относитесь к людям, не разделяющих Ваших религиозных взглядов, но употребляющих Ваши традиционные продукты? Например, я регулярно покупаю мацу и ем её с хумусом, но мне, наверное, не хотелось бы, чтобы люди покупали церковные просфоры для бутербродов, хотя я вот, например, других взглядов. Почему? Мне нравится, когда покупают у меня. Мне нравится рассказать историю. Каждое блюдо связано с каким-то праздником. Вот сейчас у нас будет ханука. Да, да. Это прекрасный праздник света, и сейчас мы будем жарить пончики разные, всё должно быть в масле, потому что это праздник света, да, когда не хватило при разрушении храма, разбили все сосуды с маслом, и остался только один. Кошерный – это слово «проверенный». Угу. И остался кошерный хороший один кувшинчик с маслом, и его количество должно было хватить только на один день, но произошло чудо, его хватило на 8 дней. И поэтому мы жарим пончики, поэтому дети играют, поэтому ладки, сладки – это картофельные блинчики. То есть мы так вот распростёрты, но наоборот, то есть не закрыться, а… Нет, не закрыться ни в коем случае, и очень все рады, и это очень всё трогательно, потому что ничего не теряется, ничто не теряется, кроме жирафа. Только один жираф потерялся, к сожалению. Да, потому что когда мы… ведь это всё очень тесно связано. Традиция, кухня, да, и всё за этим последующее. Это культура, да? Да. Если не будет кухни, да, ничего не будет, к сожалению, потому что оно очень тесно связано. Эта история рассказывает каждый праздник, это или ушки амана выпекают, да, из песочного теста внутри мак, или когда с мацой дети ищут её, перед тем весь дом вычищают, это целый процесс, посуду меняют, из посуды нельзя кушать, которые весь год кушали, потом мацой эту ищут, это такая большая радость для детей, что вот победили, да, и, конечно, если это хоть что-то, часть этого потеряется, потеряется целый пласт. Спасибо, спасибо, да. Можно своё мнение, своё мнение рассказать насчёт ресторанов, я бы вообще закрыл все рестораны. Почему? Семьи пропадают, сейчас женщины не умеют больше готовить, кушать, сейчас посмотрите, сколько ресторанов сейчас есть, мама родная, люди забыли, что дома семья есть, когда они сидели раньше у стола просто, когда маму приготовили, дети научились готовить, сейчас молодые вообще, посмотрите, это Инстаграм, мне не умеют готовить, не знаю, что такое базилик есть. Это правда, да. Смейтесь, но это смешно, мы смеёмся, но сейчас семьи пропадают. Сейчас женщина не знает, как улетворить своего мужа, она не понимает, что муж улетворяется животом, а сейчас как улетворяют его нижние чакры, сексуальность. А живот пропадает у мужиков, они кушают, где попало, мужик любит через живот, это же правда есть. Я бы закрыл ресторан вообще. Отдайте семье обратно, закройте раму, всё закройте, но отдайте семье обратно, люди. Ну, знаете, я бы сказал вот так, ну, я вот считаю, что Европа, у европейцев, скажем, 99%, я с вами согласен, они кушают, где попало, есть такой, камбургер, мамбургер, там заходят сейчас, заходите там, скажем, в любой магазин, вы найдёте в холодильнике любой бутылок. Ну, готовы уже. Готовы. Ну, ладно, там я не буду обсуждать дальше, это когда приготовлено, что приготовлено. Я человеку очень согласен на то, что семья пропадает. С чего? Во-первых, любая девушка, я уверен, уверен в том, что сколько он может готовить, и что может готовить. И муж его, когда выходя замуж, будет спасибо сказать ей или нет. Они же, это тоже правильно, это семья, семью держать надо. Да, любой мужчина приходит с работы, жёнышка, давай кушать. Надо ждать горячего. Если там такого нету, вот тебе масло там, холодильник открой, пожалуйста, там колбаска. Да, да, да. Быстренько сам разберись. У нас в Узбекистан так не принято. Да, принято то, что можно там выйти, скажем, там кто-то опоздал, там, да, пойдём там, хоть вечером, шашлыки можно покушать, хоть 99 процентов. Любая семья у нас в Узбекистане соблюдает то систему, в которой муж приходит, или там тесте приходит, или там бабушка приходит. Обязательно дома ужин должна быть и обед. А завтрак я молчу вообще. Попробуй завтрак, не приготовь. Раньше, я тоже из деревни верился, там было так приятно смотреть, когда мы не ходили в ресторан, у нас был один ресторан, а у нас не ходили гости друг друга. Это было так приятно. Большой столь, там, этот, шуба своей, как там, кашу, кашу, оказывается. Такие странные блюда. А сейчас вообще ничего пропадает, все ходят кафе. А кто готовит, у нас есть такая поговорка, если хочешь узнать, кто готов, пойди с задней, как это, черные входы, посмотри, кто готовит. Она руки моет, он пьет, не курит, какие руки. Мы же это не смотрим, потому что здесь закрыто. Некоторые кухни открыты, ты видишь, как готовят. И это приятно. А если человеку не видишь, ты энергию не воспринимаешь, какой. А когда жена готовит, она с любовью, там, ты думаешь, ой, мой мужок, там, купит Мерседес, все, все, если он с любовью делает. Это мужское мнение, а Татьяна, вы считаете, зато такую женщину, она все должна встречать. Действительно, когда вы сказали про воруют мужчин, как вы сказали, воруют? Воруют семей. Да, воруют семей. И я себя поймала на мысли о том, что я давно не слышала от мужчины, как готовит моя это блюдо жена. Это как бабушка-мама. Да. Бабушка, вы бы видели, вы бы это поели, как готовила мама. Я не помню, когда я слышала, как готовит моя жена. Не помню. Это правда. Это вообще вопрос о религии. Это просто ценности человеческие. Ну, я бы сказал, у нас, всех не будут трогать, в моем семье. Да. И многие узбеки там, с Узбекистана со мной будут согласны. У нас, чтобы бабушка готовила, вы что? Это начнется в семье третья мировая война. Да. Бабушка должна сидеть. А уважение к старшим. Бабушке все должны принести. Чай, бабуля, с утра чай будете, там вот это будет, и этот будет, и на ужин, и на обед тоже. А готовит жена, да? Да. Готовит должна там жена или я, допустим, скажем, чтобы моя бабушка, чтобы готовила что-то, нет. Не знаю, наши женщины учатся у бабушек до 30 лет готовить. Передаются вот эти знания, традиции, рецептуры, все правильно. Да. Оно настолько все просто уникально сложно. Ну, учитывая вот эти три страницы про то, как, да, измельцы сложные, я предполагаю. Да, это та же Гефальта Фиш, да? Да, да, да. Смотрите, она есть на косточке, да, это традиционно, как бы считается, на косточке. Но, опять же таки, вот, в кафе у нас мы готовим не на косточке. Все спрашивают, почему? И отвечаю, тогда как заказывают блюда на шаббатний стол. В шаббат нельзя выполнять работу, правильно? Да. Тогда мы, когда едим эту рыбу с косточкой, мы начинаем работать, ища эту кость, не дай бог еще подавится человек, да? И поэтому делают ее, как котлету внутри, да? И очень много, и очень много простых, уникально сложных мед. Да, да, да. Совершенно вы правы. Скажем так, если в ресторан зашли с косточкой, у нас, скажем, в Азии основные 99% блюда – это с косточкой. Баранин пытался. Потому что это наварность, да, да, в бульоне своем, и этот, а тут же нож вилка, извините, надо попробовать работать. Может быть, кто-то кому-то как-то неудобно. Поэтому говорят, а почему с косточкой? А что вам без косточки удобно? А почему удобно? С ножом вилкой удобно. Да. Вот и все. И если они себя считают, что такими культурными людьми, которые надо иметь вилки, и на жену обращаться. Угу. У нас вообще интересно, когда человек дотрогнулся костью мертвым, должен омовение принимать. Это считается грязным, потому что мы тоже в костях, у нас состав, если мы вообще ходим миться, если мы пошли вообще, наступили свой шаг на землю, где люди, это клабыши, да, должны омывание принимать, считается грязным местом. Так что у нас вообще строгие правила наших костей есть. Нет, костей никто не кушает, мясо, я имею в виду, да? Ну, по-любому это да. Ну, тут, в любом случае, кришнаиты не едят никакое мясо, поэтому, да, 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 с косточками не встречаются. Ну, вот про, что жена должна ожидать дома с горячим вкусным ужином, я, конечно, согласна, но сейчас вы посмотрите, что творится, что сейчас идут эти феминистические все движения, которые говорят, что женщина там на кухне, почему эта женщина должна, да, женщина, если не хочет, то давай веди ее в ресторан, ну, и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, сейчас и маркетинг такой, что женщина никому ничего не должна, вот, хотя я тоже, например, сторонник, мне нравится, когда, там, и муж мой готовит, и я готовлю. Это действительно кухня для меня, это вообще такое вот слово, я сказала, и у меня вот уют, наверное, тоже из детства, это да, это даже все посиделки, знаете, стихотворения, все самые искренние посиделки, они всегда на кухне. Это правда. Да, да, Хрилл. Конечно, я согласен с одной стороны, но с другой, скажем так, любая женщина, воспитывая своих дочерей, допустим, скажем, они обязаны, да, учить девушек, чтобы в дальнейшем они в своей жизни были готовы, да, чтобы дома все смогли уметь готовить, этот. А то, что там, насчет женщины, там, свободы восточных женщин, так скажем, да, бунт заняли. Звучит уже. Нам дайте работу, мы будем работать. Так, пожалуйста, гражданочка, работайте. Но ужин, чтобы было. Да. Ужин по-разписанию. Я устала, не могу. А кто тебя просил работать? Ты же сама там голос поднялась. Сразу ответа. Готовы. Просто проблема, что у нас есть, нету качественных мужиков, а мужики же получают вообще качество от мамы. Да. А если мамы сейчас слабеют. Сегодня программа прям вообще перед тем, что и клавицы такие высокие. У нас просто культура, очень культура, похожая мусульманцам. Я просто обожаю их культуру. Я сейчас был в Турции, там, одним телевизором. Я просто обожаю, ну, в Истамбуле 15% только верующих людей. Мне будет так обидно смотреть, что это машина, они вообще пустеют. Как музей сделан. Мне будет так жалко сердцу. Мечети. Мечети, они просто, ну, они просто там не молятся, фотки делаются. Да, да. Нам, к сожалению, нужно заканчивать. Я вообще очень сегодня расстроена, что в передаче всего 45 минут. Но, увы, я просто говорила бы, на самом деле говорила бы на эту тему и познавала бы, узнавала новые для себя какие-то факты. От всей души благодарю гостей. Да, это Угис Кугис. Харе Кришна. Да, да, медический философ. Татьяна Бекермейстер, 7.40, ресторан. Туда раба. Боже, у меня ж мурашки сегодня, я не могу. И Ахрол Таджибаев, ресторан Узбекистана. Еще раз, салам алейкум. Да, спасибо, дорогие радиослушатели. Нам сегодня помогал Родион Золотарев. Встречимся в следующий понедельник в 5 часов. Открытая кухня.